Новые подробности всплыли в деле врача-психиатра, которого второй раз судят за массовое убийство, совершенное в 2020 году в Борском районе. Напомню, 18-летний Даниил Монахов планировал массовый расстрел в колледже, но его остановила родная бабушка, которая поняла, что он замыслил. Внук до колледжа не добрался, открыл огонь прямо в селе, сначала убил бабушку, потом начал стрелять во всех жителей, Большого Орловского застрелил еще трех человек, троих ранил, потом покончил с собой. Позже выяснилось, что устроить массовый расстрел он планировал уже несколько лет, и его одноклассники и учителя сообщали об этом в полицию. Но там мер не приняли, дело не возбудили, и более того, после достижения им 18-летия, правоохранительными органами ему было выдано разрешение на покупку оружия, и как только он купил ружье, он устроил расстрел. Как выяснилось, справка, выданная ему в медцентре, где он проходил экспертизу, вообще не имела юридической силы. Это стало известно на судебном заседании сегодня, но несмотря на неналежащим образом оформленную справку и на высказываемые несколько лет угрозы массового расстрела, разрешение на оружие ему все-таки было выдано. И виновным правоохранительные органы считали врача-психиатра. Врача суд один раз уже оправдал в 21-м году. По жалобе прокуратуре решение суда было отменено, и врач снова доказывает свою невиновность. Я провел осмотр Монахова как психиатр-психиатр-нарколог в полном объеме. На момент осмотра никаких признаков психического расстройства у Монахова не было. И считаю себя невиновным, прошу меня оправдать. Осмотр у Монахова производился им 17 июля 2020 года как врачом-психиатром-наркологом. Справка им не подписывалась, решение о ее выдаче он не принимал и соответствующих прав, либо обязанностей не имел. Подпись главного врача в БУС-НО психиатрической больницы номер 2 в неценском заключении отсутствует, в связи с чем данный документ не имел сам по себе юридической силы. Обвинение носит по своему существу абсурдный характер. И мы считаем, что оно лишено фактических правовых оснований. Балуевы собираются сделать крайне, пытаются сделать крайне в этой ситуации. У Монахова не было психического заболевания, нигде не стоял ни на каких учетах. При жизни он проходил несколько раз обследования в инкоматах. Нигде, соответственно, по нему сведений психиатрического характера не было. На основании изложенного прошу признать Балуева Виталия Юрьевича виновным в совершении преступления. Назначить ему наказание в виде решения свободы сроком на 3 года. Значенное Балуеву наказание в виде решения свободы считать условным. Я вообще надеюсь на справедливое решение суда, но на положительный результат. И для себя, естественно. Вы вину признаете? Ну, не признаю. По-вашему, это ошибка системы или что произошло? Ну, вообще, я не знаю даже, почему это дело уголовное возникло. Ну, возможно, ошибка, да. Другого нет объяснения. Кстати, мы неоднократно запрашивали информацию о том, были ли как-то наказаны лица, не реагировавшие на угрозы стрелка и непосредственно выдавшие ему разрешение на покупку оружия. Но ответа на наши запросы мы не получили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!